всем привет мои хорошие кто заходит на мой канал кто поддерживает мой канал кому интересен мой канал сегодня выходной и снова я занимаюсь уборкой стиркой что я вам хочу подсказать предложить а может быть напомнить вот для тех у кого есть стирочная машина ну в комплекте с сушкой посмотрите внимательно если у вас программа будет дезинфекция что я каждую что я делаю каждую неделю я дезинфицирую наши подушки понятное дело человек может быть потеть за ночь и вот наши вот эти под потовые жидкости все это впитывается в подушку поэтому каждую неделю я дезинфицирую подушки вот я выставляю на такую программу и здесь высвечивается автоматический час десять но это очень много я буквально 20 минут дезинфицирую подушки это очень хорошо делать зимнее время так как солнце уже не такое сильное а летом конечно можно проделывать вот этим манипуляции с подушками с верхней одежды и шубами с пальто все это можно высушивать пропаривать прожаривать на солнце на улице ну вот так все поехали вот моя подушечка из натурального пера будет дезинфицироваться будут убиваться все микробы бактерии я периодически стираю но стираю очень резко в основном занимаюсь вот дезинфекция пройдет 20 минут я вам покажу что получилось ребятки пока подушечка моя дезинфицируется хочу показать одну из наших комнат одну из наших спален и так скажем представить к вашему вниманию мой самый любимый пылесосик как я им работаю и так вот мой самый любимый пылесосик самая маленькая накладочка которая может проникнуть в любые щели под любые кровати вот смотрите вот это американская кровать она очень высокая я когда только приехала в америку я ужаснулась думаю нифига себе такие высокие кровати как запрыгивать на них я еще помню подшутила игры дел ты совсем не думаешь о старости он почему я говорю почему такие высокие кровати игры когда мы будем старенькими как мы будем залазить на них в общем вот такие принцы и принцессы спят на таких кроватях на горошинах вот такие два матраса один матрасик вот это такая юбочка как называется потом идет еще один матрас с под матрас ником просто не все на резинках то есть резинки обволакивают низ матраса и этим самым простынь не перемещается не двигаю не двигаются они сворачиваются под нами вот такие кроватки вот такие у них традиции видите дальше вот мой пылесосик вот смотри какая накладочка она еще идет подсветка видите подсветка то есть можно пылесосить даже не включая свет и иногда это даже более-более удобно ты видишь глубокий мишер самый маленький дальше что я вам хочу показать здесь три режима и режима для тонкого коврового покрытия для пола без покрытия и для более вот вот это для более покрытия с длинным ворсом вот три позиции раз два три вы можете регулировать и плавно переходить от одного покрытия к другому теперь делаю обзор вот этой небольшой комнатке спальни для гостей я ее также использую вот что вы можете увидеть зеркальце который еще не подвешено картинки картины вернее которые еще не подвешены на стену в этом есть причина почему я это не делаю купе в этом есть причина почему я не делаю я планирую здесь делать на вот это большой стене фреску делать буду сама когда начинать не знаю я уже настроена я уже выбрала композицию у меня все есть для этого но но нет времени так как многие знают кто подписан на меня у меня есть бизнес швейный я имею свое отелье вот вот такая моя мечта планы вот поэтому я ничего пока не вижу картин много вот одна картина вот вторая стоит вот третья стоит в общем все ждет вот такой небольшой каминчик очень симпатичный на мой взгляд и подходит для этой комнаты он обогревает электрический обогревает комнату то есть это не только муляж но и обогрев если это необходимо также для интерьера поддержать атмосферу и настроение перед сном вот мой сынок вот мой день свадьбы вот даник маленький в зоопарке николаевском здесь мне лет наверное двадцать два а может двадцать шесть да даник уже был видите я в галстучке такой сарафан и рубашка мужского покроя обожаю этот стиль недавно мерила этот сарафан он еще мне подходит так что как-нибудь компоную одену и покажу вам это мои цветочки с прошлого года вот сохраняется так классно и красивые вот мой мишка с техаса мне дарил мишку я его назвала техас вот иногда лежу и на него кладу свои ноги чтобы отдыхали то есть чуть-чуть возвышаю свои ноги так ну что вот портерки портерки это временные были но сами понимаете то что временно становится постоянным я еще планирую сделать карниз своими руками деревянный в таком старинном стиле с резьбой с окрашиванием бронзовым вот это у меня еще тоже план и карниз я подвешу намного выше этим я удлиню зрительно стену этой комнаты и у меня есть другой материал другая ткань для портер но пока что вот так здесь прикроватный столик но здесь сосредоточены мои куколки мои клоуны я немного стала собирать клоунов а потом решила остановиться смотрите какой красивый пьер у меня класс обожаю их моя девочка такая стылинная эти куклы очень дорогого стоят они могут доходить до 200 до 300 есть куклы вообще коллекционные они могут доходить до 500 и 1000 долларов вот картиночки дальше что у меня еще по плану вот лампа прикроватная я ее очень обожаю я очень ее люблю у нее три позиции освещения и она тоже такая выглядит как антиквартная и что я планирую я планирую реставрировать вот этот вот как он называется плафон не плафон забыла девочки в общем я хочу убрать вот эту ленту и сделать трафарет тоже золото-медный трафаретик как-то расписать вот думаю тоже будет красиво тоже уже есть идея уже есть трафарет краски все есть только нет времени ну все и сама кровать сама постель давно уже в моде металлические кровати вошли и мне тоже они очень нравятся и вот я решила купить в эту комнату такую кровать она легкая в перемещении если допустим люди покупают новые дома в америке и они практически всю мебель перепродают перепродают а потом заново переезжать покупать новую я делаю объяснила беру она очень легкая в конструкции ее можно собрать легко и переместить то есть я вам будущем покажу основную спальню хозяйскую и вы посмотрите на нашу мебель в этой спальне очень тяжелая мы когда переезжали сюда в бисмарк мы нанимали людей чтобы загрузить мебель потому что вдвоем даже мужчины не могли это сделать вот люстра наконец-то уговорила мужа у них традиции вешать люстры с вентилятором я наконец-то его убедила что я хочу снять эту люстру примитивную простую мне не нужен здесь вентилятор и вот такую люстрочку я приобрела конечно я буду снимать вот эти все декорации вот это все уже не подходит в принципе вот вот эти картинки вот это вот когда поменяется у меня основной обзор на окно когда я сделаю уже новые квартиры и новый рак по-русски как забываю ну вот так что еще хотела сказать наверное не все знают что утром нельзя застеливать кровать нельзя накрывать одеялом нужно оставлять все открыто проветривать помещение вот как вы видите у меня открытое окно сегодня не очень жарко и прохладный ветерочек поступает то есть почему нельзя застеливать кровать на утро потому что когда мы спим образуются полевые клещи это очень маленькие микроорганизмы которые питаются нашими остатками кожи которые мы оставляем когда мы спим на постели этим самым мы ему даем подкорму подкормку когда мы накрываем одеялом нашу постель нашу простынь там создается тепличные условия они размножаются потом мы дышим этим потом мы болеем вот почему я дезинфицирую подушки каждую неделю каждый свой выходной это суббота воскресенье также я проветриваю одеяло сейчас вам покажу вот смотрите видите одеялка вот я его проветриваю и также меняем матрасы матрасы конечно дорогого стоят но вот мой муж решил поменять вот это старый матрас идет на выброс это с основной спальни вот матрасы тоже нужно периодически менять хотя гарантия на этом матрасе 10 лет у нас этот матрас прослужил 4 года вот он решил с этих же соображений его поменять так что вот так девочки ну вот моя подушечка продезинфицировалась останавливаю машинку и сейчас мы с вами увидим как подушка выглядит теперь посмотрите на эту подушку классная вся взбилась вспушилась продезинфицировалась глаз очень горячая вот так всем рекомендую проделывать такие манипуляции с подушками и с одеялами также что мои хорошие немножко показала как я ухаживаю за постельным бельем за подушками я меня постельное белье два раза в неделю а дезинфицирую подушки один раз в неделю так как вот эти микроорганизмы погибают при очень горячей температуре и при очень холодной температуре той зимой можно выносить тоже на проветривание свои одеяло пуховые и подушечки вот так надеюсь это видео было полезным для вас кое-что вы узнали нового и посмотрели как как я живу в америке и чем я занимаюсь на выходных всего хорошего оставайтесь со мной подписывайтесь на канал а я побежала дальше продолжать уборочку всем пока